парни всем привет хочу с вами поделиться такой неожиданной приятной новостью смотрите что сегодня попало к нам в руки 99 самое удивительное что магнитола действительно отправлялась с ростова но вот скотч это фирменный скотч магазина loud sound но не в loud sound мы его покупали там у представителей пионера но не суть сейчас давайте перейдем к распаковке я вам покажу что внутри меня самому не терпится открыть новенькое изделие как говорится до счастливый человек должен попробовать вещи в жизни там несколько вещей то есть там встретить рассвет на берегу моря не спать там целые сутки как то вот так вот и открыть дорогую вещь первым давайте к этому и перейдем скотч оставим для истории кирюх потом на будет атаку нарезать и как это как волчатник делают на гонке а кстати я когда литий купал у темы вы море мне тоже тогда все четыре банки 770 лет тех пришли с наклеить ваут саунда ну хуёвый литий был кривой дожди секунду сейчас мы видео снимем и как нож по сердцу я когда сейчас ее получал в деловых линиях за доставку отдал 1097 рублей а мы его оплачивали еще когда в ноябре или в декабре да как так да то есть это у нас честно признаемся у нас будет на на проект халк вот это главное устройство нам нужно снять видео как его разбивает басухой ну короче трэш секс наркотики рок-н-ролл да как говорится и я забыл про него мне просто пришло оповещение что поступил груз от какого-то дзюба город ростов-на-дону нет до сих пор когда уже оплатил я я не знал что там внутри потому что постоянно каждый день какие-то грузы приходят я не был оповещен что внутри этой коробочки он пришел в обрешетки и я уже потом гляжу сбоку там надпись пионер когда этот я говорю разломами гвоздодером вот эти вот дощечки чувак такой ломай сам я гуне у тебя опыт есть и в хули сейчас этот коробку уроне он говорит на и ответственности несу и в середине процесса я им говорю там маффин короче за 55 штук лежит внутри он чуть язык не проглотил сколько я говорю 55 он сколько я глядя не послышалось но он прям это он смотрите щапайкин дмитрий арзамас живой чё женский универсальный или кстати кто знает или у кого есть задумки или мысли почему я канал назвал dv напишите в комментариях так ну что внутри этот чехолчик бесполезный который нахер никому не нужен наклейка пионер зачем вот раньше я помню в каждом гвинтол уложили эти вот у меня таких чехлов было я не знаю штук 200 потому что но они всем нужны и перед каждой пасхой мы их выкидывали по мешку так ну давайте начнем вот с проводки до с такой части я честно не знаю что внутри но интуитивно догадываюсь короче перед началом эксплуатации обязательно прочитать смотрите библия какая я я ставил очень много себе пионера микрофон для настройки то есть если на подголовник повесить его пионер очень грамотно отстроить и тональный баланс и цифровые задержки раньше на всех магнитолах пионер шел такой блочок это как фильтр сейчас вообще нихера нет смотрите его разъем тоже нет потому что у них не будет ставить штатку удлинитель usb и пультики лентяйка 1 это я так понимаю 1 на руль а другая просто расставки разу короче два пульта деньги на ветер в итоге пульт 1 не очень но как бы полукарточного полу такого на руль дать тип ну и самые интересные господа как уклали наши дедуал такой золото брат вот он вот он золото такой дорогой увесистый как это юсб это управление кнопок руля а у нее нет пред он же там стоит вот ну и вся прелесть 99 пионера в том что он может рулить четырех полоску чтобы было понимать такой четырех полоска то есть если мы берем пищалку средний частотник и mid bass плюс сабвуфер вот вот этот пионер может отдельно регулировать каждую полосу то есть twitter mid range и mid bass ну и соответственно sub то есть каждый из этих динамиков слева и справа можно задерживать можно резать по разному можно каждый из этих динамиков по уровню регулировать не очень очень богатой регулировки но по сути этот как есть выносной процесс вот не очень много регулировок так и в нем вот поэтому он только дорого и стоит не просто так инженеры пионеры едят свой хлеб этого мне с 110 люби блять дачи через игрек разъем это на триперных проводах так ничего давай включу я не рискну до втыкать туда другой разъем вот предохранитель спрашивал давай его наверно знаешь она нахер не нужно все время отрезаю 23 короче у нас есть аккумулятор сейчас аккумулятор подцепим до любой не лучше другой келевки сейчас короче примет подтянем этот на винтики да а вот этот провод мьюта до дор мьют и это может быть когда дверь открывает ну ну чё приглушение а почему door mute и то есть ты что ли как ушли крузов там пим 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 вот этот шляп чё трошу так сначала подключаем плюс А у тебя уже был опыт, мне кажется, когда ты её подключил в плюс? Мастэч? Да. Так, и непосредственно сам герой. Давай сюда пластмасску положим. Блин, как бы не кратнул, ничего. Давай держать буду. Вась, обычный такой зуммер пионеровский. В принципе, меню как в 88 пионере. Ничего в нём такого не поменялось, но единственное, что да, вот когда мы заходим... А это выбор источника. Да? Надо ещё... USB... Aux-Tuner... Вот так, по-моему. Или как туда зайти? Так. Нет этого включения. Инструкция, она, конечно, вещь хорошая, но я читаю в двух случаях. Когда либо нехер заняться, либо когда уже всё сломано. Так, EQ. Сюда? Нет. А он дисковый, да? Угу. Короче, диск на меня уже. Панелька по-любому регулируется. А вот так вот можно делать. Чтобы тебе понятнее было. Так тоже будет работать. Такие клавиши. Прям чувствуется очень дорого всё. Что тут? Смотри. Можно назначать. Aux или что? Title. Input. Короче, у нас это всё. Нам нужен. Function Audio. Угу. Держи. Ты держи ещё вот эту, а я снимать буду. Так. Баланс. Это очень ненужная вещь. Сюда, да? Позиции прослушаны. И вот, господа. Вот как раз вся эта прелесть. Вот мы берём сабвуфер. 20 герц. Так. Там как-то вот так вверх. Это уровень. Отдельно можно, конечно, задержать. По мьюта. Опа. Левый канал. Выключаем. Включаем. То есть отдельно левый канал. Правый канал. Можно друг от друга. Так. Pass. Пожалуйста, 36 децибел на октаву. Самый крутой. Шестой порядок. Так. Уровень нам не нужен. И вот частота среза сабва, да? Угу. То есть не как мы привыкли. 50, 63 и 25, да? Здесь как бы цивильный. Так. Выходим из этого меню. И вот смотри задержки. Мид, лау. Мне это надо позицию слушателя выбрать. Ну короче, давай разберемся. В принципе здесь обычное пионеровское меню. Здесь единственный там хер вот туча полосная эквалайзер. Хотя что-то, наверное, сколько? 17 полос. Практически как 80, наверное, да? Угу. Ну по сути он такой же, как 88, как 88 RS2, как P80 MP. Единственное, что у него. Вот сабвуфер LPF сверху. Угу. Погнали. 63. Так вот сабв можно уже спускать. Это если там мид, какие-то SVMID, которые вот эти вот низко играющие. Вот эти сабва эстрадные. Вот его так можно запускать. Сабвуфер. Так, не так вот так вот. Ну вот, к примеру, как можно регулировать серединку. Мид HPF. Так, это снизу, да, мы ее режем. Хоба. И пошли. К примеру, если купольная серединка, мы ее можем резать там от 160, от 200, там, любым порядком. Если это первый, второй, третий, четвертый, шестой порядок есть. Смотри, как он круто режет, да, прям? Угу. Мне кажется, здесь на всем шестой порядок вообще. А вот процесс мы недавно ставили. Восьмой порядок есть. Нет, 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 здесь на каждом середине на всем порядке. И пошли сверху. То есть, серединку можно 20 кг во всю полосу, можно сказать, распустить. Нет, не вовсю 20 кГц только. В принципе, здесь порядок не очень такой-то. Это, да? 5-4. Мюту Протсова Алпани намного больше регулировок. Ну, у этого звук там какой-то прям легендарный. Ребят, ну вот примерно так выглядит магнитола за 55 тысяч рублей. То есть, сверх, сверх естественного такого на ней, конечно, ничего нету. Ну, это топовая модель. Это, грубо говоря, премиум сегмент. Круче 1-диновых магнитол в мире нету. Есть, конечно, там какие-то узконаправленные там Макинтоши. Есть Деноны. Есть модельки у Клариона. Но на российском рынке они очень-очень редко встречаются. Вот раньше была девятая серия Клариона. Была моделька Кларион HX-D2. До кризиса в девятом году эта модель стоила то ли 32, то ли 34 тысячи рублей. Я помню, все эскьюшники выступали на Клариках. Он также рулил четыре полосы. Но потом, в связи с кризисом, у него был выносной блок питания. Он стал очень дорогой и стал неактуален у любителей автозвука. Ну и уже за эти деньги разумнее поставить внешний процессор. Там по оптике связать источник звука и сам звуковой процессор. То есть, вот так. Если хотите, мы снимем полнейший видео обзор. Мы, конечно, покажем вам в следующих видео, как его будет разбивать басом в Халке. Как мы его будем подключать. Как мы его просто, как ссанный веник, будем ложить на сиденье. Он будет там прыгать, да? С высотой там, с амплитудой 10 сантиметров. Как дрожащими руками от баса, потными такими, там будут эти неточные и неявные нажатия. Носап его можно прямо положить, чтобы он прыгал. Зачем носап? Чтобы он разбивал. Его можно прямо на литий положить, петопластом обмотать. Ну, то есть, у нас он будет стоять... Ну, не очень бережно мы с ним будем относиться. То есть... Блядь, рука не поднимается, язык не поворачиваясь сказать. Но очень небрежно. То есть, собственно, для этого мы его и взяли. Пишите, если интересно. Я могу показать и рассказать, как настроить SQ-систему, либо хорошую SPL-систему. Вот именно с этим источником звука. Pioneer. Как он называется? Я всё... Dex. Dex P99RS. P99RS. Всем пока. Двигайтесь музыкой.